Всем салютик, с вами Павел Князич. Сегодня я хотел снять видос, но тут подумал... Ну его нахрен, давайте танцевать! Какими арбузами? Всё, я передумал, лучше видос сниму. И как вы по названию поняли, я вам здесь покажу 5 игр от разработчиков Аватарии. Компания Тартуга занимается вообще разработкой игр для социальных сетей. И занимается она не только Аватарией, хотя она и приобрела широкую известность. Ну и давайте посмотрим на другие игры от разработчиков Аватарии. Поехали! Зимние войны. Эта игра известна многим. Немного похожа на саму Аватарию. Оформлением. И самими Аватарами. И ещё в самой Аватарии всё спокойно. Ходишь себе, гуляешь. Выполняешь задания. А тут настоящая битва и некогда отдыхать. Нужно постоянно бегать и стрелять. Какие я хочу выделить основные минусы? Ну и впрочем никакие. Эту игру давно удалили. Сам я в неё никогда не играл. Но признаюсь, игрушка выглядит неплохо. И я не понимаю, почему её удалили. И несмотря на то, что мне не удалось познакомиться с этой игрой поближе, я о ней всё же нашёл информацию, а именно. В игре есть три режима. Одиночный, командный и турнирный. С одиночным всё ясно. Это когда ты, свой, среди чужих, мочишь всех из снегомёта и пытаешься выжить. В командном режиме у тебя будут отображаться союзники слева. Ну и турнирный. Игру закрыли, по-моему, в 2012 году, если я ничего не путаю. Если среди вас найдутся те, кто застал это время, напишите в комментариях что-нибудь о Зимних войнах. Я думаю, всем будет интересно почитать. Мы переходим к следующей игре. И чтоб меня тролли дубинкой шарахнули. Я такого сам не ожидал. Кто бы мог подумать, что Тартуга создала фэнтезийную стратегию. С 3D едите её колотить графикой. И вы только посмотрите, тут такая же загрузка, как в аватарии. И тут вот такой дедёк выглядывает потом. Что происходит? Я вообще туда попал? Я хотел зайти в аватарию, поливать цветочки, давить жуков и играть в колесо удачи. Но тут дедёк тебе и говорит. А ну-ка соберись, Трепка. Ты чё думал, в сказку попал? Гоблины захватили замок. Разобьём их. И мы начинаем разбивать гоблинов. Ну всё, капсдал он, козлы. Конкретно я. Мочи, мочи, мочи их. Ах, тварь, а. Ну ничего, сейчас мы вас лучниками напоим. Накормим. Вот так, вот так это делается. Давай, пилышка, работай. Работай, я тебе сказал. Стреляйте. Бейте. Вот так вот. Вот так всё это всё делается. И поэтому для победы нам осталось захватить замок. И мои ребятуши уже побежали вперёд к победе. Я разрушил замок, хотя я хотел захватить его. Но ничего, зато я победил и получил награду. И у меня нет потерь. Зашибись. Я вообще любитель таких стратежек и считаю, что им слишком мало уделено внимания. И поэтому получайте ироды и не смейте даже в сторону моего королевства смотреть. Или мои доблестные войны расхерачат ваш замок в пух и прах. Это не просто рыцарский махач, это чёртова фэнтези. Убить и время здесь можно. Следующая игра вас удивит. Да. Опять очередная стратежка. Герои новая сага. Но только здесь уже графика похуже. И она напоминает старые добрые игры из нулевых. Сэр, впереди разбойники, мы не можем обойти их. Они нападают на всех, кого заметят в этой округе. Да ты посмотри, какой я брутальный. У меня даже конь в доспехах, а этот в тряпке одет. И ёкарный баба, это долбаные шахматы. На-ка в глазик. Получай наркомана, куянный. Не, вы только гляньте, тут тоже есть вип. Разработчики аватарии, что ещё сказать. Ядрить тут тоже без магии не обошлось. Да покарает тебя Ирод, моя магическая стрела. Неплохая игрулька, я бы даже сказал совсем неплохая. Но знаете, мне как-то королевства больше понравились. Я не говорю, что она плохая, просто у меня такой вкус. А вот то, что тут есть штурм замка, это мне уже нравится. На, получи разрядом в задницу. Да чё вы какие дохлые. Ну и следующую игру, я думаю, знают все. Это Тропикания. И это точная копия аватарии только на южных островах. Можно сказать, что наш собственный остров на Тропикании, это дача. Здесь все мы занимаемся трудовой деятельностью. Рубим деревья и кусты. Строим. Копаем грядки, чтобы на них что-либо выращивать. Сажаем деревья и всё в таком духе. Как я отметил ранее, Тропикания это та же аватария, только как дача. И главный минус игры в том, что тут только одна локация. Остальные находятся в разработке. Где-то уже с начала создания этой игры. А знаете, чем Тропикания намного лучше аватарии? У тебя есть свой питомец. Да-да, здесь давно уже есть свой зоомагазин. И вот что это за хрень розовая, я до сих пор не понимаю. Мне в комментариях пишут, что это древний лунтик. Сохранился до наших времён, ёкарный бабай. Крокодил Сёма. Привет, меня зовут Сёма, я крокодил. Ну и естественно, это не просто зоомагазин. Здесь можно купить игрушки для своего питомца, еду, лекарства, шампуни, мылощетки и так далее. И почему отказались от идеи добавления зоомагазина в аватарию? Видимо, решили, что так будет лучше. Чтобы Тропикания не только островами отличалась. ну и конечно разработчики аватарии придумали саму аватарию причем это самая успешная игра которую они придумали если бы она не была такой успешной в нее бы не играл столько человек и поверьте это число растет именно этой игре посвятили канал аватарии official правда его удалили хрен знает что там случилось у них но это уже совсем другая история именно из-за этой игры на ю тубе появилась так сказать отдельная фракция чертов а в облогинг вспомните хоть одну игру которые были посвящены целые каналы от обычных игровых до анимации я вспоминаю майнкрафт ни в коем случае не сравниваю эту игру с аватарией просто здесь та же самая ситуация вам тут и летсплеи и обзоры и анимации и аватарии были посвящены анимации причем анимации делал не только официальный канал но и отдельные аваблогеры которые никак с администрации не связаны но как же вакин лайф это же чистая аватария в 3d но во первых я снимаю здесь про игры которые разработала тартуга а вакин лайф к таким не относится во вторых да она действительно похож на аватарии вот до такой степени обновленную плагиат не плагиат уж этого я не знаю но в таком случае аватария плагиат sims а это не знаю а вакин лайф уж слишком похож на аватарию и на этом все если вы с чем-то не согласны или вам хочется что-то добавить может я что-то упустил милости прошу в комментарии если вы знаете больше об этих играх чем информацию который я вам подал то поделитесь своими знаниями ну и конечно же подписывайтесь на мой канал жмите на долбанный колокольц чтобы не пропустить новых видосов а мой павли вконтакте тоже подпишитесь ссылка в описании ставьте лайки этому видео добавьте к себе его на страницу или в группу и оставьте свой комментарий слава армении всем поки до свидос а